МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Андрей Львович Безруков, преподаватель кафедры теологии Тверского государственного университета, заместитель председателя миссионерского отдела Тверской епархии. Андрей Львович, добрый день. Добрый день. И Александр Анатольевич Бутузов, председатель общественной палаты Тверской области. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня мы продолжаем разговор об агрессивной атаке на россиян, фейковых новостей, как ведут себя, и поговорим еще о религиозном экстремизме, поговорим о том, как ведут себя организации, которые мы по привычке называем секты, сектами в этой непростой для России ситуации. Какие ограничения в нашей стране существуют для этих организаций на сегодняшний день, и чем опасны эти фейковые новости, потому что они затрагивают самое чувствительное. В каждом человеке находят больное место и в результате сеют панику в обществе, невозможность понять, что происходит, что нам делать в этой ситуации. Давайте поговорим об этом. Звоните, предлагайте, высказывайте свое мнение. На чем, может быть, Андрей Львович с вас, понятие секта не существует, возможно, это неэтично сегодня так называть, да? Но чем отличаются такие организации от всех, которые мы называли раньше сектами, от традиционных религий? Как мы можем определить, что что-то не то в поведении человека? И насколько сейчас в непростые для нашей страны времена вот такие организации активизируются? Ну, совершенно верно. С четкого определения всех устраивающих понятие секта нет. То есть всегда есть несколько определений, которые так или иначе устраивают ту или иную часть научного сообщества. Но общего, такого, которое было принято всеми, его нет. Но прежде всего, я бы определил, чем определяется секта, это внутреннее отношение большинства общества к той или иной религиозной группе. Вот я встречал массу людей, которые религиозно были крайне необразованы. Но секту они видели, они чувствовали ее на каком-то внутреннем, я не знаю, генетическом уровне. Вот это секта. И здесь прежде всего выступает таким маркером, на мой взгляд, нетрадиционность для России. Отличие от общей российской ментальности. То есть в самом таком простом определении секты это нечто отколовшееся от основного учения. Но сейчас есть масса сект, которые просто являются фантазией своего основателя. И ниоткуда они особо не откалывались. Но, на мой взгляд, главное здесь это нетрадиционность и противопоставление себя, как, в общем-то, и государству, и традиционным российским религиям. Прежде всего, православию. Вот для меня вот это является главным признаком секты. В это время, сейчас, насколько проще человеку, человеку, который поддался, может быть, панической атаке, он не знает, в какую сторону двигаться, кому верить, кому нет. Потому что ведь фейки, их очень много, более миллиона уже, и бьют они чаще по детям и подросткам, которых еще мировоззрение не сформировалось. Насколько легче человеку попасть вот в этот спрут? В любой стрессовой ситуации, как личной, так и стрессовой ситуации для общества, секты активизируются. Потому что человек, когда у него все стабильно, все хорошо, когда в обществе все стабильно, все хорошо, сектам действовать достаточно сложно. Но когда вступают вот такие стрессовые ситуации, когда происходят такие сбои в обществе в целом, появляются у человека чувства неуверенности в завтрашнем дне, вот здесь очень легко появиться той или иной секте, которая начнет объяснять, что вот, да, вот видишь, что творится, а мы знаем, что нужно сделать в этом случае. Да, мы видим выход, да? Да, мы видим выход, мы знаем рецепт. И что здесь сразу, как правило, будет определенный ушат грязи вылить на православную церковь. Сейчас это очень удобно. Можно сказать, а вот видите, вот патриарх не осудил же войну, а ведь Христос же не велел воевать. Ну и то есть начинается вот такое вот шлемование, подтасовка цитат, выдергивание их из контекста, и пока, то есть пытаются показать, вот здесь плохо, а у нас все хорошо. Вот мы пацифисты, мы молодцы, мы против войны, мы последовательны, мы знаем, как из этого выйти, вот идите к нам. Вот это я еще раз говорю, вот этой ситуации, когда еще вот это фейками накручивается, постоянно вот этот мозг, да, вот этот поток информации негативный. Да, автоматически человек начинает искать выход. И вот такие вот нечистоплотные религиозные группы предлагают различные выходы, и, к сожалению, человек зачастую на это попадается. Отец Дмитрий, я знаю, что русская православная церковь тоже подверглась нападкам, лживым нападкам. Фейков много в ваш адрес. Вот то, что сейчас Андрей Львович сказал, да, это особенно проявилось в последнюю вот неделю, наверное, да? Это проявляется, можно сказать, всегда. Первый фейк, возникший по отношению к христианской церкви, это слух о том, что Христа украли ученики из того гроба, из той могилы, куда он был положен. Поэтому мы уже этому не удивляемся. Да, конечно же, когда происходят такие события, когда происходит в том числе и шельмование вообще страны и традиционного уклада в глобальном смысле, то, конечно же, подвергается нападкам и церковь. Ну, мы противопоставляем этому, конечно же, молитву, мы противопоставляем этому наше стремление к миру, мы противопоставляем этому наше стремление к тому, чтобы сохранять любовь, сохранять терпение, сохранять понимание и сохранять покой в своей душе. Противостоять нападкам, противостоять лжи можно достаточно успешно при помощи двух вещей. Это, конечно же, правда и это, конечно же, миром и спокойствием в своей душе. Вот правда, ведь надо знать, вот как Андрей Львович сказал, что многие, не зная основ, да, вот каким-то образом повышать информированность людей, учить их тому основам православия, да, тому, чтобы отличить правду от вымысла, надо обладать знаниями. Несомненно, необходимо, совершенно необходимо обладать знаниями, необходимо знать историю, необходимо стараться вдумываться в нее, ведь, по сути дела, ничего нового не происходит. Сколько раз мы встречались с такой глобальной войной Запада против России, ну, раз в столетие происходит как минимум. И вот сейчас уже в 21 веке и в 20 веке это было, и в 19 веке это было, и в 18, и в 17, в 16 только было поспокойней. Относительно. Относительно. Поэтому можно сказать, что ничего нового в этом нет. То есть уже такая вот защита выработана? Защита выработана у того человека, который находится в традиции. Православному человеку ему, конечно же, легко. Человеку православному гораздо легче, потому что он, с одной стороны, вот эти все исторические примеры знает, потому что обращается, опять же, к истории церкви, к житьям святым, а самое главное, он обращается к Богу с молитвой, и молитва укрепляет душу православного человека. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. 300-190, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня продолжаем тему лживой информации, которая выливается на головы россиян. Мы говорим о фейках, и в том числе говорим о религиозном экстремизме. Андрей Львович, я знаю, что сейчас, в эти непростые дни, пытается вбиться клин между православной церковью и частью православной церкви, которая находится на Украине. Да, действительно, это так. Я уже встречал массу материалов в медиапространстве, где проводится следующая мысль. Вот, значит, блаженнейший митрополит Ануфрий прямо осудил войну, назвал Россию агрессором. А патриарх Кирилл, дескать, отмалчивается. Войну не осуждает. Значит, Путина не увещевает. Соответственно, получается, такие враги. Причём тут шлемование идёт даже на уровне, ну, просто элементарного знания истории. К сожалению, к сожалению, подчеркну, православные с православными воевали очень часто. Даже если вспомним удельную русскую историю, да, когда киевские были, галецкие, черниговские княжества воевали друг с другом православными, и это не мешало, тем не менее, им быть в одной церкви. Вспомним недавний пример достаточно, когда русско-японская война. К этому времени старанием Николая Японского уже было более 30 тысяч православных японцев. И он разрешил им молиться за победу японского оружия. И при этом они всё равно оставались чадами русской православной церкви. То есть шлемование уже вот здесь идёт, как будто вот, ну, вот, это представляется как нечто небывалое. Бывало, к сожалению, бывало. Ещё раз причём, к сожалению, это бывало. И раздаются вот такие вот эти статьи, эти материалы, вбрасываются с одной мыслью, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата должна поставить вопрос об отделении от Московского Патриархата, потому что получается, что вот сам Московский Патриархат поддерживает эту агрессию. Хотя мы знаем, что Патриарх Кирилл выступил с призывом к миру, с призывом к окончанию кровопролития. То есть, в общем-то, обозначил позицию, что для нас главное, скорейший, быстрейший мир. Но, тем не менее, вот, то ли под давлением режима киевского, то ли из-за определённой промывки мозгов, вот, медиаресурсами Украины, да, некоторые иерархи, некоторые священники на Украине, Украинской Православной Церкви, уже начинают не упоминать Патриарха Кирилла в молениях. То есть, уже какие-то такие признаки, лёгкие признаки раскола мы видим. И ещё раз говорю, в данном случае нужно чётко осознавать, всё это делается для этой, та же информационная война, это та же, вот, такая гибридная война, если угодно. Вот это вбивание клина, попытка отколоть Украинскую Православную Церковь от Московского Патриархата, это, ну, я вам хочу сказать, это почище бомбёжки. Потому что, не дай бог, если это произойдёт, это такое, ну, событие и в материальном, и в духовном плане страшнейшее. Это, наверное, прежде всего, духовный план, да, бомбёжка, Вы правильное слово сказали, потому что информационная война, она, на самом деле, она бомбит в нашей мысли, и просто некоторые духовно погибают. Я к тому, что мы уже слышали от многих некоторых представителей медийности нашей, да, от людей, которых мы уважали, привыкли доверять им, такую фразу, как нам стыдно быть русскими. Да? Александр Анатольевич, вот Ваша задача сейчас общественной палаты, и вот Ваше мнение, как мы можем объединить общество, которое действительно, вот мы видим, что пытаются вот так вот раскол внести, вот как в церкви, так и в обществе в целом. Ирина, вот я, как и все россияне и украинцы, переживаю за те события, за военную операцию, которая протекает на территории Украины. И я постоянно об этом думаю, как нам начать объединяться с нашим братским народом. Но должна закончиться, во-первых, должна закончиться операция. Сейчас я бы хотел обратиться ко всем, и к русским, и к украинцам. Не подливайте масло в огонь, не добавляйте жару. Никто не угрожает украинскому народу. Об этом заявил наш национальный лидер, президент России. Я перед эфиром несколько раз послушал его выступление, и вы понимаете, я вижу серьёзное, взрослое, аргументированное выступление главы Великого государства. Я понимаю, сейчас можно к любому слову придраться, мы находимся сейчас в состоянии войны. Но я убеждён, что всё, что там происходит, это закончится. И закончится так, как нужно. И закончится во благо не только России, но и Украине. Вот я поездил по всему миру. Вот можно я скажу несколько примеров, которые меня просто обескураживают. Я был в ряде стран НАТО. Так теперь можно говорить, да, и не буду называть эти... Меня потрясает отношение простых людей в этих странах к нам, к русским. Оно нормальное. Оно нормальное. Что удивительно, да, казалось бы, страна официально находится в альянсе, которые в повестке дня ставят нас в недружелюбное поле. Но сегодня со многими россиянами, у кого жизнь сегодня раскололась на две части, часть украинскую, часть русскую, я потрясаюсь, насколько много ненависти. Вот в этом, внутри наше общество, вот этой ненависти между двумя народами. Ведь что греха таить, мы понимаем, что многие семьи наши, они сложные. Там один супруг украинец, другой русский. Конечно, есть очень много национальных семей. И что интересно, вот этот раскол произошел не сейчас. Это одна из современных сегодня уловок, которой, кстати, пользуются наши некоторые работники культуры и работники медийного пространства. Как бы хотят преподнести все так, что этот раскол, это результат на нашу военную операцию. Это ложь. Друзья мои, мне уже 60 с хвостиком. Я большую часть жизни видел, как нагнеталось в этой прекрасной стране, нагнеталось одно только, одно вот это, один яд ненависти к нашей стране. И вообще, конечно, меня потрясает, страна ближайшая к нам, самый родной для нас народ, наши братья. И повестка дня у правительства этой страны только одна – ненависть к соседу. Повестка дня не борьба за образование, не борьба за фундаментальную или прикладную науку, не за здравоохранение, ненависть к нам, без россии. Это звучит уже с 90-х или даже раньше годов. Сегодня, конечно, сегодня на нас, на нас, но мы с вами давно занимаемся как раз вот этими лжесвидетельствами, фейками. Да, фальсификация истории. Это первый год. И можно сказать, мы в этом смысле уже стали профессионалом. Мы видим этих соколов по их полету, какие приемы используются. Но мне страшно за население. Это люди, это простые люди русские и украинские люди, которые, которые как бы не знакомы с технологией, они все берут на веру, они видят эту кровь, слышат какую-то брань, это все попадает в сердце. Сегодня эта медийная война направлена на мирное население двух стран. На мирных украинцев и на мирных русских. На наших женщин, на украинок, потому что их сердца наиболее чувствительны к этой боли. И вот эту боль, понимаете, ее, во-первых, культивируют, ее, я хочу сказать, просто эти сердца взрывают. Все успокоится. И наступит время, когда будут работать палаты, общественные палаты. Мы протянем друг другу руки, мы найдем диалоговые площадки, мы будем строить другой, настоящий мир. Мы должны не лукавить и не держать камень за пазухой, мы должны дружить и любить друг друга. Я думаю, все это будет. Но сегодня время действительно сложное, сегодня проходят вот такие тяжелые военные операции. В этой связи, конечно, мы все должны быть просто мужественными. Фейки не нужно забывать. Их не всегда строят, их не всегда создают хлопцы, имея просто сотовый телефон. Над фейками работают целые институты на Западе. Целые институты, где прекрасно, специалисты прекрасно знают, что нужно запустить, когда и так далее. Хочу сказать об одном из первых фейков, который появился на нашей роде. Абсолютно. Я с отцом Дмитрием совершенно согласен, что ничего нового не появилось. Появились только другие масштабы. Вот был такой Антон Иванович Деникин, который собирал войско казаков против советской власти. Англичане в 1918 году им предложили интересную идею, очень поганую идею, печатать газеты «Правда», фальшивые. Фальшивые газеты «Правда» их стали издавать. А в газете «Правда» издавались указы Владимира Ильича Ленина о расказачивании казаков, где одним из пунктов было написано, что расказачивание подразумевает физическое уничтожение казаков как сословия. Это очень хорошо сыграло на пользу войск. Конечно, казаки очень боялись такого оборота событий. И тогда, это, кстати, еще раз напомню, это было с подачи английских советников. А Великая Отечественная война? Сколько переполоскали эти великие страницы, сколько уже написано этих поганых учебников, где вообще все переиначено. Сколько лет мы к этому шли? Сколько лет ведется эта информационная война? Я, к сожалению, я обращаюсь и к нашим россиянам. Боже мой, читайте больше, развивайте в себе критическое мышление. Когда появилась книга «Ледокол» этого товарища Резуна, я знал массу людей, которые говорят, правда написано, правда, как там сильно и интересно. Я говорю, а что-нибудь ты еще читал? Нет, не читал. И не хочу. Вот эта книжка мне попала в сердце. Ну, разве так можно? Почитайте источники, почитайте Василевского, Шапошникова, маршала Жукова почитайте. Почитайте мемуары, которые сегодня в виде отдельных рассказов публикуют Драбкин. Это же фантастические вещи. И люди умудрились за несколько, скажем, за одно или два поколения научиться проходить мимо свойства человеческой психики и мозга, как критическое мышление. Нам сегодня говорят, вот, ну, украинцы говорят, что там гибнут десятки, нет, тысячи, тысячи, тысячи. Я смотрю по тому, как происходит событие, театр событий. Наши силы наступают. Когда наступают силы одной армии, то та, которая отступает, не может знать численность потерь. Потому что территория остается, захваченная территория остается, ну, можно сказать, под противником. Ну, это же нужно просто включить голову. Или, помните, в первый же день показали проход нашей истребительной авиации и бомбардировщиков, которая готовилась к Параду Победы. Их смонтировали для Киевского неба. Ну, я думаю, что многие наши, скажем, женщины, кто не разбирается в технике, не помнят, как там, каким строем летают самолеты, что такое боевые действия. Конечно, это все действует на психику, и поэтому нужно успокоиться. Не нужно подливать, не нужно сегодня никого оскорблять, потому что нам, мы все равно обречены на дружбу. Мы обнимем друг друга, мы будем дружить. Но сегодня, к сожалению, вот эти события так повернули. Да, и еще раз хочу сказать, обязательно это нужно повторять и повторять. Сегодня не нужно считать, что наши проблемы возникли вот именно с этим, с этой военной операцией. Это все ложь. Это все зрело десятки лет. На Украине или в Украине формировалась устойчивая, с поколения в поколение устойчивая ненависть к всему русскому, к советскому, к российскому. И эти кричалки, там, будем что там бить, этих самых, и так далее. Я встречаюсь сегодня со студентами, я говорю, ну, мы общаемся, так скажем, обмениваемся мнением. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот у вас в школе была хоть одна кричалка или какой-то такой месседж в этом направлении, что вот есть русская нация, и она прекрасна, а есть никто. И это причем в наше время такое вот очень либеральное, плюралистическое. У нас в культуре этого нет, воспитывать в ребенке ненависть к своему брату, к своему соседу. Вот, и, конечно, это болезнь, это тяжелая болезнь, которой сегодня заболела часть и украинского общества. Я думаю, что и на Украине будут общественные организации, общественные палаты, мы будем общаться и помогать нам всем выходить из этого тяжелого времени. Как хочется, чтобы это было поскорее. Вы знаете, я встречалась с вынужденными переселенцами из Донецка, и они сказали, что мы как-то были уверены в том, что мы надежду, вернее, возлагали, что вот когда наши туда придут, да, что вот наши признают, Россия признает эти республики, что в Украине все нормализуется, что наконец-то будет, возможно, не будет так, как во времена Советского Союза, но мы же родные люди, мы братья по крови, кровь одна. И мы поняли, что это совершенно уже другие люди, мы не можем, то, что нам они говорят, то, что они выливают на наши головы, то, что мы говорили все эти восемь лет, нас бомбят, мы живем в подвалах сидим, мы не знаем, мы боимся выйти на улицу, что творится. Мы в ответ оттуда с Украины слышали, это бомбят не наши, это ваши вас бомбят. И вот когда теперь они говорят, а что происходит, вот оттуда Донецка говорит, ну вот это точно уже ваша часть прилетает. Это на самом деле так. Отец Дмитрий, вы говорите в церкви, с прихожанами, как-то разъясняется ситуация, как-то на что-то настраивается разговор с людьми непосредственно. Приходится что-то объяснять. В церкви мы, конечно же, стараемся избегать каких-то политических оценок, потому что наша самая главная, самая основная задача – это дать людям мир, дать людям надежду и внести успокоение. Ведь очень многие люди сейчас из-за вот этого всего обилия новостей находятся в очень тяжелом стрессовом состоянии, нервничают, переживают, неизвестно, чем закончится вся эта война, санкции, что будет дальше, что будет с родственниками, у многих родственники там. Поэтому, конечно же, это сейчас главная и основная наша задача – направить на то, чтобы мы все-таки вспомнили эти и общие свои корни, и то, что созидать что-то можно только на позитивной повестке, не на лжи, не на обмане, не на пропаганде. И очень хочется, конечно же, надеяться на то, что когда там, на Украине, будет наконец-то правильная информационная политика, когда они смогут услышать не только одну, а разные точки зрения, и когда они увидят процесс созидания государства, когда они увидят, что постепенно восстанавливаются и города, налаживается экономика, что жизнь становится спокойной без этого всего националитического угара, без этого всех постоянного эмоционального нагнетания, то тогда придет, наконец, мир в души и, наконец, и согласие в обществе. Сектанты, так называемые, те религиозные организации, которые сейчас вот в этой пене, они всплывают, да, что они непосредственно могут быть причастны вот к этому международному терроризму в том числе, что без них не обошлись и те самые оранжевые революции, к чему это привело, вот мы видим сейчас на той же самой Украине, да, и каким образом сейчас мы можем дать этому ответ. Ну, роль сект в событиях Майдана хорошо известна. По приказу своих пасторов, которые объявляли, что воля Божья в том, чтобы вы взяли вот эти вот плакаты и стройными рядами, а это тысячи человек, выходили на ту или иную сторону баррикад. Вот смотрите, воля Божья, да, вот вы говорите, да, вот отец Дмитрий, что вы призываете к миру без политики ничего, и вот тут вот вдруг такие лозунги. Да, причем, что забавно, была воля Божья как выходить со стороны Януковича, так и со стороны Майдана, видимо, там разные воли. Разные воли были, да. Разные воли, разные боги, видимо, у этих сект, там что-то у них, что-то у них не так на самом деле. И вот эти вот люди, которые еще до этих событий себя позиционировали как пацифистов, как людей, не вмешивающихся в дела государства, потом начали отправлять, например, военных капелланов, такая вот там есть христианская церковь в Скинии, они стали отправлять своих военных капелланов для поддержки боевого духа бойцов АТО. Но на самом деле здесь, понимаете, в чем проблему я вижу главную. Вот эти вот новые религиозные движения, причем в основном неопротестантского, протестантского толка, они ментально, они прозападны, потому что как бы их корни там, их духовные лидеры там, и чаще всего центры финансирования там. И поэтому, кто платит, тот и заказывает действия. И здесь надо понимать, что вот это вот такое положение дела, это такая бомба замедленного действия. Они могут быть с виду мирными, они могут подчиняться, казалось бы, законам, но, по сути, мы увидели во время майданных событий, что они участвовали в экстремистских действиях, потому что любые действия, которые способствуют свержению законной власти, определяются законом как проявление экстремизма. То есть мы видим, как религия становится вполне таким ощутимым инструментом экстремизма. Это оружие, да. Да, это оружие. Поэтому вот это вот тоже вот такое вот втягивание в эти группы людей, вот накручивание их там, это тоже часть вот этой вот, если угодно, войны, которая сейчас идёт. Что всё вот это вот такое вот получается воинство, которое начинает воевать не за деньги, да, не за там угрозы какие-то, а за идею, за высшую идею. Это всё ведь преподносится как? Прикрываясь именем Бога. Да, прикрываясь именем Бога, их подталкивают к действиям, которые далеко, далеки, скажем так, вот того, о чём заповедовал нам Господь. Помните, мы делали, я делала серию репортажей, в том числе свидетелей Хагова, да, и говорили, что они запрещены, да, на территории Российской Федерации. Как организация, да. Да, как организация, ведь они не признают государственные символы, да, не признают праздники, День Победы для них это не праздник. Нет. Да, медицинское вмешательство, переливание крови, духовность, духовность вымывается из человека. Участие ещё в выборах, участие в референдумах, всё тоже под запретом. Полностью, да, да, это под запретом, уничтожается, вот мы сейчас говорим, что вот сейчас, как никогда, вот это вот чувство патриотизма, о котором мы здесь, за этим круглым столом говорили уже много лет назад, это вымывается тоже из человека, вымывается понятие Родины, и что её нужно защищать. Это ведь только вот одну организацию мы взяли, а сколько таких ходило только по нашей Тверской земле? Десятки, сотни, если не тысячи. И действительно, вот для меня главная проблема вот с этими организациями в том, что у этих людей меняется ментальность. Они перестают рано или поздно быть частью российского, русского общества, русского мира. Они уже становятся частью западного общества. И вот вступая с ними в полемику, я часто уже слышал, мы и вы. То есть они уже даже сами в полемике себя отделяют. Это мы, вот там какая-то протестантская, неопротестантская группа, а это вы, русские православные идолопоклонники заблудшие. Вот даже вот на этом уровне вбивается вот этот клин и расшатывается наше общество. И я могу, конечно, сказать, что люди уверовали так, и искренне, ну почему бы и нет. В конце концов, Конституция не запрещает это делать. Но я уверен, что это делается не без ведома и не без поддержки определенных западных структур. Ну, конечно, вы уже сказали, да, тут сейчас смотрите, кем финансируется, ради чего это финансируется. Да, 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 да. Вы знаете, у меня такой образ возник. Вот эти люди, у которых вымото понятие Родины, любви к Родине, они как беспилотники. Они летают и управляются вот этим ветром, чужими людьми, чужими какими-то программами. Нет, чей-то рукой они управляются, да, куда лететь. Всё-таки в самолёте должен быть пилот, у которого есть всё человеческое. Это просто какая-то вот асоциальная структура, аморфная структура, которая, может быть, на какой-то момент думает, что они свободны в своих мыслях. Но я с вами согласен, это свобода мнимая. Этими людьми просто легче управлять. В каждом человеке должны быть основы. Основы, которые формируют и традиционные религии, и семья, и отец, и образование, и так далее, и так далее. У нас удар ещё, вот я уже упоминала детей и подростков, которые такие более уязвимы у нас в части общества. Отец Дмитрий, вы работаете с детьми. Что вот детям-то, наверное, как раз и нужно объяснять. Конечно, священнику приходится работать со всеми, в том числе и с детьми. У меня есть очень для меня дорогой и радостный пример работы со школами. В частности, я очень люблю ходить в 52-ю школу, которая расположена в Мамулино. Там сложились очень хорошие отношения с коллективом, с ребятами. И это всегда большая радость. Стараешься, когда с ними говорить, я всегда опираюсь на какие-то нравственные темы. Самое простое – добро, любовь, взаимовыручка, уважение. И, что удивительно, это всегда у них вызывает большой отклик. И я стараюсь это строить так в форме диалога и так очень ненавязчиво подсказываю им возможность самим найти ответ. То есть ставлю вопрос, и они сами дают ответы. И оказывается, что у давляющего большинства наших детей вот эти вот все нравственные принципы о том, что надо друг к другу относиться хорошо, что надо друг друга поддерживать, что надо помогать родителям. Они в них есть, они в них присутствуют. Это уже радостно слышать. Они действительно в них есть. Наши дети, они, конечно, такие очень могут быть колючие. Вот, например, старшеклассники, они уже гораздо более требовательные. Они задают вопросы, причем они задают специально вопросы такие, можно сказать, провокационные. Они находятся во всей вот этой информационной повестке, поэтому они задают вопросы непростые. О отношении церкви к теории эволюции, в отношении к инквизиции. Ну, это же дети. Да, там очень такие, очень образованные, очень хорошие ребята в 52-й школе в Мамулино. Но мне есть что им сказать. Я всегда на эти вопросы, пускай они могут быть где-то нелицеприятные, я всегда стараюсь отвечать с большим уважением к ним и, соответственно, опираться на факты, на знания. И вот я вижу, что вот им раз ответишь, два ответишь, и они уже начинают сами вдумываться. Допустим, они задают очень непростые вопросы на библейские темы о происхождении зла, о причинах зла. Им отвечаешь, и я уже вижу, и тот уже мальчик, который задавал эти вопросы, он задает их в следующий раз, и я уже вижу, что он просто брал Библию, открывал и читал. Что он уже заинтересовался этим, он уже пытается сам что-то вникнуть. Поэтому я в большей степени оптимист по отношению к нашему поколению. Ну, конечно же, нужно все-таки терпение по отношению к ним. Ну, и обязательно, конечно же, пример. Созидательная инициатива и личное в этом участие. Дети воспитываются на примере, в первую очередь. На примере, да, на примере даже, прежде всего, родителей, да, Андрея? Да, если позволите, я расскажу такую небольшую личную историю. В детях есть что-то настоящее, что-то, что мы, взрослые, растеряли, а у них это проявляется вот искренне и по-настоящему. Как-то раз я с родителями своими спорил, ну, там, когда вот с Навальным история была. Мама, значит, у меня там за Навального, я, значит, за Путина, и мой пятилетний на тот момент сын все это слушает. Значит, мы с мамой в полушутку переругиваемся на эту тему. И моя мама к внуку обращается, Даня, ну, ты ты хоть за кого? Ну, я так ухмылился, думаю, понимать он не понимает, но видит папа за Путина, сейчас скажет за Путина. Ответ меня поразил. Я за Бога. Вот откуда? Как? Вот все-таки в детях есть что-то, вот еще раз говорю, что-то настоящее, что мы зачастую растеряли. И вот наша задача, задача церкви в том числе, да, чтобы вот растить их, чтобы они не теряли то вот, то настоящее, что в них заложено в Бога. А вот эти вот вопросы, отец Дмитрий, по-вашему, которые задают старшеклассники, это следствие образования, следствие взросления, или это желание вот именно такое вот негативное подколоть, где-то уязвить? Все сразу, все сразу. И взросление, и естественная любознательность, и желание подколоть, посмотреть, как человек отреагирует. Но если на провокации не ведешься, если остаешься в таком вот режиме взаимоуважительного диалога, то это вызывает уважение, в конце концов. Мы говорили о примере. Да, Александр Анатольевич, пример вот здесь, вот тоже за этим круглым столом. Мы часто говорили о роли школы, о роли родителей, прежде всего. Что мы хотим от ребенка, если он, пример родителя, видит совершенно противоположный тому, о чем говорят в той же школе? Абсолютно. Мне очень импонирует вот эта точка, к которой мы сейчас подходим. Я согласен, что образование и педагогика, и воспитание должно быть деятельным. Педагог не должен стоять над ребенком и учить его, и рассказывать, только рассказывать. Мы должны, за суча рукава, брать лопату, сажать яблоню, идти чистить наши улицы, заниматься с волонтерами, вместе с ними, помогать престарелым людям и так далее. Вот я хочу сказать, в нашем институте такая практика сложилась. И многие сегодняшние мероприятия патриотические мы делаем таким образом, что у нас студенты являются активными субъектами, они сами проводят мероприятия, и у меня душа за них спокойна. Это не то, что многие говорят, да ну это ради галочки делается, и кто-то там заставляет. Когда накачивает студент этими знаниями, то эта накачка может привести к обратному. У человека приторность появляется. И вот отец сказал, что бывают такие случаи, когда вот эти вот такие каверзные вопросы, они иногда ведь бывают еще, мне кажется, у детей, чтобы сам утвердиться. Вот ребенок с вами играет, он хочет всем показать, какой я смелый. Вот это все игра. Но эта игра заканчивается, когда этому ребенку, когда этот ребенок участвует, например, в поисковом движении, и помогает взрослым поднимать останки погибших наших солдат. Когда участвует в перезахоронении, когда готовит какой-то интересный доклад по журналам боевых действий, когда читает очень интересные книги, связанные, ну скажем, с живыми описаниями событий, очень важных страниц нашей жизни. Это здорово. И такой ребенок становится настоящим патриотом. Потому что иначе мы можем патриотизм воспитать, ну просто такой вот бумажный. Человек просто знает правильные ответы на красивые вопросы. Просто отвечает, да. Вот, сегодняшняя жизнь нам показывает, что перед нами, что история наша поменялась. История наша поменялась. Поменялась круто. И мы стоим на породе совершенно новых отношений. Мы должны преодолеть вот эти барьеры непонимания двух великих народов. Мы должны протянуть друг друг к другу. А это же будут делать еще не только мы. Это будут и те дети, которые сегодня ходят в школу. Те дети, которые сегодня задают каверзные вопросы. И дай бог, чтобы они от каверзных вопросов пришли к простым, ясным таким, знаете, глазам. И к дружеской руке, протянутой в сторону, к своему брату. Да, вы сказали, что вот игра заканчивается, когда они в поисковом движении вот эта сторона. Но игра заканчивается, когда их призывают выходить на улицы. Те же самые фейки. Это тоже игра заканчивается. И здесь уже надо каким-то образом на другую сторону. Здесь уже приходится действовать как-то с этим ребенком. Безусловно, ребенок должен понимать всю ответственность, когда он выходит на улицу. Участвует в акциях протеста и прочее. И его определенные СМИ снимают под определенным ракурсом. И он становится участником идеологической войны. Это уже солдат этой войны. Маленький, но солдат. Уважаемые друзья, время эфира подходит к концу. Отец Дмитрий, хотелось бы от вас услышать обращение к жителям нашей земли Верхневужской в эту непростую ситуацию. Дорогие друзья, давайте в эту непростую ситуацию соберемся. Будем сохранять мир в своей душе. Будем переживать эти непростые события спокойно. Насколько это, конечно же, возможно. Понятно, что собраться очень трудно. Но все-таки тут нужно иногда даже немножко себя через силу настраивать на лучшее. Посмотрим на то, что наша страна преодолевала всегда исторические невзгоды. Вспомним, что у нас великая история. Вспомним, что у нас великая культура, опираясь на которую мы можем преодолеть. Вспомним о том, что у нас есть великая духовная культура православия, которая дает все, что необходимо для спасения человека и его духовного развития. Вспомним, что у нас есть семьи, о которых нужно заботиться. Вспомним, что у нас есть наши дома, наши улицы, наши города, о которых нужно заботиться. Вспомним, что есть люди, которым необходимо проявить сейчас свою чуткость, свое внимание. Это те же беженцы, это те же нуждающиеся. И вот в таком вот созидательном порыве, я надеюсь, мы сможем преодолеть все невзгоды и выйти на позитивную созидательную повестку. Андрей Львович, ваше видение ситуации и ваше обращение, что бы посоветовать, прежде всего, по-человечески хотите, жителям региона? Я бы посоветовал сохранить критический ум. Не вестись, скажем так, на тот или иной поток информации бездумно, начиная паниковать или негодовать, или еще что-то, какие-то испытывать эмоции. А критически это оценивать, сравнивать, получать объем знаний из нормальных, проверенных источников. Потому что, ну, порой вот читаешь, там, убили семью Диакона под Харьковом. Смотришь на источник и сразу понимаешь, что это не может быть правдой. Вот. Знание, трезвление, критический ум и спокойствие. Потому что его трудно сохранять, но его нужно сохранять. Спасибо большое. Александр Анатольевич. Я, во-первых, хочу сказать, что я согласен с моими коллегами, поддерживаю каждый тезис. Ну и добавлю, может быть, даже такое. Если человеку тяжело смотреть сводки, не смотреть их вообще. Не смотреть. Ну, они травмируют любые, и правдивые, и неправдивые. Они все травмируют. Нам не дано понять, где правда, где ложь, потому что сегодня фейки некоторые выпускаются. Не все, не некоторые, а все выпускаются на русском языке. Я думаю, технологии будут только совершенствоваться. Скоро мы вообще не будем понимать, это официальная информация или неофициальная. Вот в эту, во все это, может быть, и не нужно влезать. Нужно просто верить, что все будет нормально. Более того, нужно ждать той минуты, когда Родина, когда президент скажет, пойдемте вместе. И мы станем, наверное, волонтерами. Мы, может быть, соберем. Мы, вот, кстати, Донецкую, педагогическое общество России, я возглавляю его. Вот. Мы Донецкую несколько лет назад помогали учебниками. К нам приезжал офицер Донецкой армии. Я вижу по его вне виду, что он, так сказать, боевой офицер. Но он был уже тогда задачен тем, по каким учебников не хватает в школе. Я думаю, завтра эти вопросы станут перед нами. И мы, все россияне, должны объединиться и помогать нашему дружественному народу. Народу Донецкой народной республики, Луганской народной республики, народу Украины. Спасибо огромное, уважаемые друзья, за участие в программе. Уважаемые земляки, что хочется сказать. Каждый фейк, он призван в человеке возбудить гнив и ярость. А если один другому передает это чувство, это просто геометрическая прогрессия растет. Давайте этого не допускать. Помните, что Родина у нас одна, что победа будет за нами. Спасибо огромное. Спасибо. Добра вам, мира и здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова